Добрый день, друзья голубеводы и мои зрители, с вами Храбрый Жизни. Смотрите, в каком красивом месте я сегодня выгнул голубей. Я думал, что я своих голубей нашел. Прямо он похож в моего потерянного, вот он. Но это не тот голуб. А отсюда хороший вид, да, у вас какой-то? А, вот сели. Может будет, что покажу, сейчас выгоним еще. Еще хотите бросить? Сейчас я покажу атаку. Александр вчера увидел мой ролик, которого сажал. Это вы видели или вам позвонили, сказали? А кто позвонил, сказал? Сережа. Сережа? Ага. Какая-то у тебя голубя поймали твоего, ага. Вижу, вижу. Как детей курят. Сухо, как хорошо тут. Лето все открывает. Да и сейчас у нас какой-то сквозняк какой-то, да? Да. Такой ветер был, вон, и крыша порвалась. Да? Да, вот эти петенцы, да. Вот эти на петенцов, петенцы выглопились уже, видно. Дима, не дима, чего-нибудь. Посмотри на них. На что? Куда? А, на эти? Да. Петенцов. Кстати, вот этот очень красивый. Чиль. Это чили же, да? Нет, это не чили. Чапе, это... Чапи? Да, вот, видишь, раненая самка. Раненая, да? Да, сока много. Здесь еще много раненых. Вот, сока порвал как. Ну да. Сколько раненых у вас? В крае. Ну, прилетело. Уже успел яйцо положить. А так вот. Думал, не выживет. Друзья, Александр. С Александром, то есть я познакомился как? На этом, да, по чечем рынке. Мне сказали, что... Это вот самый жесткий гонщик. В Крыму? Да? Был. Как в Крыму? Не, все это уже... Вот, показали на него, хотел приехать к нему, и вот он сам мне звонил, сколько месяцев прошло, да? Два, наверное. И говорит, приходи ко мне, посмотри. Узнал, что моих поранили, взяли. Я остался... Вот такие же летные, как у тебя, видишь? Да. Сейчас, понимай, вот эту белую солнцем. Не, они все кормят детей. Ну, вас видно, этот. Такие... Немножко другие. У меня немножко они поменьше, поаккуратнее. Видите, у него есть другие немножко. Я вот отличаю. Вот эти тоже сорвались. Не гоняйте. О, и ставите. Вот у меня игра, у моих другая все равно. У меня во все стороны тянут и бьют. А эти просто так... Пурк-пурк-пурк. Игра другая. Они вообще не летают сейчас. Сейчас нельзя гонять. Да? Вот видите, они... Вот рядом где-то сокол. Ну, они мощные у вас заели, да? Они сидят, кушают. Заели. Я их не упускаю. Зачем их упускают? У меня все побито здесь. Да, видно. Тихо вся разбит. Почтари кормил. Почтари, да. Я тоже завел кормилок. Только я отдельно держу. Это что за почтари? Обычные? Нет. Это я, когда в море ходил, я поймал пурков, этих румынов и болгаров. А вы в этом, да, прям поймали? В море, да. В море, да. Как раз соревнования были, их выпустили. Но это дети. Те все улетели. А, те улетели, да? Все улетели. Даже они прожили три года. И улетели, да? Да, они улетели. А так вот. Вот они ушли. Они летают на гору постись. Их не ловит, хищник? Как, вон, я тебе показал разбитые, побитые все. Нет, этот, эти-то. В горы, в горы. А, да, одного показали, вспомнил. А еще киеву как-то раненые пришли, дроспу вытаскивали. Они сейчас идут кушать где-то, да? Да, да, но сейчас не поймут, потому что... Куда, в горы там, да? Ну, вот сюда, в горы. На горы, и что там они могут найти кушать? Все, все, что есть. Все идет, и птенцы самые здоровые получаются. Так вот я из-за этого и завел, чтобы... Не то, что прямо этот, а вот побольше, чтобы, знаете, ну, завести, побыстрее они вот сели на яйца, а я яйца подложил быстрее, вот. Перехитрись хоть чуть-чуть, потому что у меня птицы-то мало. Потерял, считай. Ну, я сажаю хожа, когда кто-то просит этих почтовых, вот именно детей, чтобы дать, что я-то засадаю. А так, значит, только подкармливаю. Блин, а вот этот прямо вот, которого я потерял, а вот один в один. Я это срежу, отправлю Сергею в посад, скажу, вот, похоже, только тут клюв маленький еще. Другой. Ну, вот маногий, тягил ноги. Да. Это мраморный, да, называется? Ну, не чистый, самка чистая, наверное. Поэтому они здесь. А в другую голубятню мы с вами сходим? Сегодня не сходим, потому что я их покормил, закрывал эту лестницу, дождик покрыл. Ага. Я не часто понял, что здесь. Там у вас самые такие эти, да? Там все, что показало, и все, что это. Отборные там. Ну, будем так говорить, любимые. Любимые. Ну, мне понравились эти почты, если честно. Ну, почта. Если будет, потенци. Вы убери сейчас эту камеру. Ага, я вас не буду показывать. Да нет, ну, это сделать. Могу показывать, да? Нет. Ничего. Узнает, друзья, может. Красота-то какая. Это у нас красное кольцо. Пожалуйста. Вот тебе турок. Родители были с турецким кольцом. Чего? Это турок почтовый. Почтовый турок? Да, нет, кольцо было турок. Такая у них порода другая. Я тоже удивился. Тоже кормят детешку. Тоже кормят детешку. Вон, пошла. Вообще у меня одна румынка тут осталась. Очень хорошая. И все другие столпы, потому что она моя молодая была. Кстати, может кто-то будет просить, да? И есть любители этих долубей? Румынка. Самочка. Одна единственная с водовым кольцом. Они, короче, отсюда вы выпускаете, а зайти они могут зайти, да? Они могут и так зайти. А выйти не могут, да? Нет. Только сосуды. Вот и что. С турок с румынкой. Я их не трясовал. Вот такой зуб. Вот зма сна. Да, доевая. Вот такая гордая такая. Это единственная голубка, которая осталась. Полный, да? Удоб. Чем они отличаются? Чем он формировал. Более. Видите, говорят холодно. Не, мои тоже вылупились. Как у меня открыто? Ну да, у вас уже открыто. Это зависит от родителей, как они садятся на них, не садятся. Мои белые уже второй раз выбрали. Пока сам сам, вчера позвонил сразу, как атака была, должны отправиться. Я же сельден посадить, я тяжелененько. Это удержанно-польченок. Самка, которой сок убил, убил и не добил. Вот очень много любителей вот этих шеек есть, вы тоже, да, любите? Да, это была, как бы, мода, да? Ну, не только мода, это хорошая птица, хорошо летающая. Ну вот, самец, видишь, это брак, считается. К чему? Ну, к шейке, ну, чак. Классная, красивая. И потом я еду, когда чисто черный хвост, вот так. А всем я весь, да? Он сразу в бой начинает бросать. Уже вечер, я не боюсь. Сходить надо днем. Ну, приеду, позвоните? Я уже недалеко. Мы тут вообще близко, оказывается, друг другу. Сига хвост должен быть вот такой, обрезной. Должен быть обрезан, и тогда он будет. Все, пошли летать с почтарями. Это их спасает. Почтаре? Да. То, что они вверх не поднимаются, да? Нет, они быстрее видят этих соколов. Да? Да. Поэтому, а то, что стоит на месте, он начинает пропадать. Так вот, мы его тоже, видите, снизу поднялся и спокойно взял. Он даже его не заметил, я так предполагаю. Вечером выпускают, но у меня где-то. Внутром, вечером. Да хоть во сколько. Сразу же прилетаете. Сейчас такой, этот момент, голодные они просто. Мне очень многие позвонили, поругали, кстати. Зачем ты выпускаешь птицу? Ну, сейчас бывает так. Хочешь кому-то показать что-то? Да не, я просто, они же сами вырвали. Они прям видно, что сами вырвались и пошли прямо на видео. Я как раз видео снимал. Я-то не увидел, как его поймал. Я увидел, как там уже идет уже голод, голод. А потом уже, думаю, камеру можно заснял, а окрас всегда было все видно что-то. Сам этот чиль. Это чиль называется? Конечно, желательно, чтобы у него больше было на голове. Ну, вот его взял. Взял, я видел, как нес его. Соседи видели все. А, вот это было. Да, да, да. А потом через три часа пришел. То есть, ему повезло. Ну, да, повезло. Чтобы спасают, посчитай. Да. Очень много. Хотя, вообще-то не рекомендую сюда бежать. Ну, конечно. Потому что любой это, по крайней мере, живые остаются. Ну, че, сейчас будет весна, будем гонять опять. Сколько тут осталось до апреля, да? В апреле уже можно гонять? Ну, весной тоже будет. Да? Да. А в этом году это вообще кошмар. Просто у нас кошмар. У меня почтарей тоже точку портит. Ну, естественно. Ну, пусть так, но зато живой останется. Ну, да, да. Если надо отпустить шалон, видишь, стоит играет. Смотрите. Хорошее место прямо. А сюда им некуда сидеть. Только есть суда. Там и край, да? Ну, они есть. Есть там. И там дома есть. Да? Да. Это еще от воспитания. Если вы правильно воспитываете, я вот в начале ничего не знал. Понемножку, понемножку. Веришь, некогда заниматься и некогда. И они практически все время сидят закрыты. Некогда. Ну, ладно тогда. Спасибо. Показали птицу. Всем пока, друзья. Все, рейтинги. Этот берет на ледки и на земле берет. Вот как раз-таки такой почтаря, когда пощипал. И где он? Я его не вижу. Ну, вот он надумает. А, он ушел. Вот, видишь? Где-то он там. Он их берет и там щипает. Вот. Вот. Сейчас присадить. Угу. Видишь, голуби эти поднялись. Дикари. Не дикари, а эти. Горницы. Да, да, да. Видишь его? Подглядаешь? Да. Я его держу. Вот он над горой. Вот здесь хозяин. Ну, это... Мурамурчик такой. Ну, да. Ну, видишь, тоже нечистый мурамур. А летает он отлично. Очень хорошо. И самка хорошо. Но самок нет тоже. Я уже черный даю самок под мурамур.